МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить» обзор сегодняшних событий рязанской жизни. Этот четверг оказался богат и на политику, и на спорт, и на торжества. Коротко о главном сегодня. Пикет у приемной. Сегодня люди с транспарантами выстроились у входа в рязанскую приемную. Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрия Гудкова. Про взрывы, про пожары. Рязанские спасатели провели пресс-конференцию по грядущему паводку. Даешь ГТО. В Рязани стартовало Передство России по летнему палеотлону, виду спорта, который стал преемником знаменитого комплекса «Готов к труду и обороне». А теперь обо всем подробнее. Крымский феномен по-прежнему не дает покоя ни за границей, ни нашим политикам. Мнения, конечно, кардинально разделились. Запад шумит про аннексию части Украины. Наши говорят об исторической справедливости и возвращении домой российского полуострова. Но главное слово, вернее, тысячи тысяч слов сказали сами жители Крыма на референдуме. За присоединение. Да и все тут. Вот это и решило судьбу старинной Тавриды. Против народного воли изъявления. Будь ты трижды, как говорится, мудер и хитер, не попрешь. Идель назад Госдума ратифицировала договор о вхождении Крыма в состав России. И против голосовал лишь депутат справедливой России Илья Пономарев, а его однопартийцы Дмитрий Гудков, Валерий Зубов и Сергей Петров воздержались. Но решение народных избранников не подсудно. Оно остается на их совести. Однако странно, что четверка справоросцев именно так отреагировала на все то же мнение чуть ли не всех жителей Крыма. Тут даже Ленина вспомнишь. Страшно далеки они от народа. Хотя современные эксперты высказываются покруче. Например, политолог Олег Матвеевичев в интервью газете «Взгляд» заявил по поводу депутата Пономарева и его единомышленников. Эти люди давно себя похоронили. Они ходят в американское посольство на приемы плясать. И ни со страной, ни с Госдумой себя не ассоциируют. Рязанские политологи также высказываются по поводу думского голосования. Некоторые представители нашей оппозиции, к сожалению, страдают подростковыми болезнями. Когда что-то власть делает, у них принципиальная позиция всегда быть против того, что делает власть, вне зависимости от того, что конкретно власть делает. Но вот в данной ситуации они очень напоминают ультер-вдову, которая сама себя высекает. Потом, естественно, они начнут удивляться, почему они набирают голосов избирателей. Опять будут подниматься критик, что выборы все у нас фальсифицируются. Хотя вполне ясно и понятно, что в данной текущей ситуации те представители, которые отказались проголосовать, один представитель, Илья Пономарев, который проголосовал против вхождения Крыма и Севастополя в качестве новых субъектов, это все идет в разрез против мнения общественного. Большинство россиян, наоборот, крайне позитивно это восприняли. Я думаю, они не поймут вот таких вот мелочных, на самом деле, выпадов. Сегодня около Рязанской приемной депутата от «Справедливой России» Дмитрия Гудкова выстроились пикетчики. По какому делу активисты стояли и чего хотели, выяснял сегодня Глеб Галушкин. Возле Рязанской приемной депутата Государственной Думы Дмитрия Гудкова прошел пикет молодых активистов. По их словам, прийти сюда и высказать свою гражданскую позицию они решили после результатов голосования народных избранников в Государственной Думе по Крыму. Как известно, подавляющее большинство депутатов проголосовали за присоединение полуострова к России. Среди тех, кто не стал голосовать, был Дмитрий Гудков. На плакатах, с которыми пришли молодые горожане к приемной, были тексты с призывами к депутату Гудкову все-таки прислушиваться к мнению своих рязанских избирателей. Дмитрий Гудков помышленно проигнорировал голосование, о чем открыто и заявляет. При этом он не скрывает, что данный поступок является желанием угодить сторонникам из оппозиции, хотя должен был бы выполнять волю своих избирателей. Именно поэтому жители Рязанской области проводят пикет около приемной депутата Дмитрия Гудкова с требованием защищать интересы избирателей. Как уж там прислушался или нет к призывам рязанцев депутат Гудков, сказать трудно. Во время съемок никто к пикетчикам из приемной не вышел. Да и был ли там кто, неизвестно. Хотя, судя по голосованию в Госдуме, Дмитрия Гудкова мнение подавляющего большинства крымских избирателей особо не интересует. То, видимо, что ж там какая-то Рязань, провинции, да и только. Еще о событиях, связанных с положением дел в Украине. Как известно, представитель Украинской автокефальной православной церкви, игумен Черкасской епархии Александр Широков сообщил о том, что радикалы угрожают ему и его семье. Причина – критика священникам националистической идеологии, которая воцарилась в Украине. Широкову угрожают, как было сказано в послании нацистов, кардинальными методами физического и уничтожительного характера. В интервью «Известия» Магумен сказал, что был, цитата, «противником евроинтеграции, за которую так радуют майдановцы, потому что не приемлю тех идей, которые так пропагандируются в Европе». Священник-то сообщил также, что стоял на вокзале, раздавал листовки с надписью «Я против Майдана», а также рассказывал людям о том, кто стоит за беспорядками и кто их спонсирует. «Видимо, за то, что я называл все своими именами и не боялся впоследствии, я и получил письмо с угрозами», сказал Александр Широков корреспонденту «Известия». Сегодня свое мнение по поводу угроз Александру Широкову высказал пресс-секретарь Рязанской епархии Иерей Павел Коньков. «Обещает расправу только лишь за связь и за симпатии конкретной личности по отношению к Москве и московской, якобы московской церкви, говорит о действительно таком фашизме, активно развивающемся в братском нашем государстве. По поводу самого священника можно сказать, что это священник не московского патриархата, он является раскольником с точки зрения церковного права. Но в данной ситуации это абсолютно не важно. Важно то, что священнику обещают расправу просто за связь с иным государством». Теперь к другим темам. Сегодня рязанский губернатор Олег Ковалев вручал лауреатам награды имени академика Уткина. Напомним, Владимир Федорович Уткин, уроженец Касимовского района – это наше все в ракетной оборонке. Он создал мощный комплекс РС-20 «Воевода», боевой железнодорожный ракетный комплекс «Скальпель», ракетоноситель «Зенит», «Космос», «Циклон» и другие грозные штуки, от которых у потенциального противника до сих пор озноб по коже. О том, как проходила церемония награждения, рассказывает Глеб Галушкин. Среди награжденных высокими правительственными и региональными наградами работники различных отраслей промышленности, культуры, искусства и спорта. Губернатор Олег Ковалев в своей речи отметил, что все они вносят свой вклад в развитие Рязанского региона. Наш регион славится не только талантливыми ученами. Рязанцы добиваются значительных успехов во многих отраслях. Об этом свидетельствуют те государственные и региональные награды, которые сегодня вручаются лучшим представителям сферы образования, здравоохранения, спорта, агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, торговых предприятий и средств массовой информации. Уважаемые коллеги, вы ежедневно вносите свой трудовой и интеллектуальный вклад в развитие Рязанской области. Также на нынешней торжественной церемонии три творческих коллектива предприятий оборонно-промышленного комплекса получили областные премии в области науки и техники имени академика Владимира Федоровича Уткина. Мы создали уникальную систему прецизионного контроля печатных плат. Прецизионный контроль нужен, чтобы обеспечить высокую качество печатных плат. А на базе печатных плат вся электроника строится. Ну вот, военного применения и космического. Аналогов отечественных нет, зарубежных нет. В своей речи Олег Ковалев обратил внимание на необходимость инновационного развития всей отечественной промышленности в целом и Рязанской области в частности. Также он пожелал всем награжденным и дальше трудиться на благо своего региона. Сегодня рязанские спасатели дали пресс-конференцию, что называется, на стыке сезонов. Льда на водоемах нет, но кое-где остался. Опасно. Паводка еще нет, но скоро будет. Тоже осторожность гражданам не помешает. Суш в лесах еще не наступила, однако сезон шашлыков вот-вот начнется, а с ним, не дай бог, придут и пожары. Тоже забот немалая. Вот об этом главным образом мы и говорили с журналистами начальники регионального управления МЧС. На конференции, которая прошла в региональном ГУ МЧС по итогам первого квартала 2014 года, отчитался временно исполняющий обязанности начальника областного управления Сергей Самойленко. Сразу хочу сказать, что по итогам зимнего периода, а статистика у нас говорит в том, что ни одного человека, погибшего на водных объектах в зимний период, у нас не зарегистрировано случаев. Также была затронута тема подготовки к весеннему паводку и пожароопасному периоду. В связи с рекордными температурами, сезон пожаров приблизился примерно на две недели. Весеннее половодие, оно у нас уже сейчас, пиковые отметки уже прошли. То есть, если брать по городу Рязани, максимальный уровень подъема воды в реке Ака был 120 сантиметров. Пал сухой травы. Эта вредная привычка имеет своих подражателей. Зачастую, именно с, казалось бы, невинного поджога сухостоя и начинаются масштабные лесные пожары. Если мы заметим, у нас сейчас идет большое количество палов сухой травы и по городу Рязани, и в Рязанском районе, и в Рыбновском. То есть, соответственно, понятно, что все, что касается подготовки к данному периоду, мы сейчас ускоряем. Так что, дорогие рязанцы, будьте осторожны с огнем, не развлекайтесь со спичками. В общем, берегите себя и наши общие леса. Спортивная редакция телекомпании сообщает, Федеральное министерство спорта прислало в наш регион утвержденный перечень базовых видов спорта. Итак, в Рязанском перечне отныне бокс, гребли на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая и тяжелая атлетика, борьба и стрельба из лука, плавание и лыжные гонки, теннис и художественная гимнастика, а также спортлиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Новый список базовых видов спорта озвучила на брифинге Татьяна Пыжонкова, возглавляющая региональное министерство спорта. Надо сказать, что подобный список уже утверждали пять лет назад, и тогда в него входило все та же. Гребли, дзюдо, художественная гимнастика и спортлиц с ограниченными возможностями, а кроме того футбол слепых. В этот раз виды спорта подразделяются. На те, в которых мы имеем высокие результаты, на имеющие давние традиции в Рязани, массовые виды спорта и даже авансовые, которым назван теннис. Теперь эти виды получат федеральную поддержку, а от спортсменов, тренеров и функционеров Москва требует только одного – результата. И еще о последних вияниях в российском спорте. Недавно президент Владимир Путин подписал указ о возрождении в стране комплекса ГТО «Готов к труду и обороне». Надо напомнить, что Всесоюзный спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» был основан 11 марта 1931 года как государственная система программно-оценочных нормативов и требований по физическому развитию и подготовленности различных возрастных групп населения. И, конечно, система требований полным ходом готовила граждан страны Советов как к производительному труду, так и к самой, что ни на есть, активной и эффективной обороне Отечества. ГТО вещь хорошая, а потому ее не раз пытались возродить уже в Новой России. Так начал активно практиковаться вид спорта «Палеотлон» физкультурно-спортивное многоборье. «Палеотлон» и стал продолжателем дела, начатого советским военно-спортивным комплексом. Теперь ГТО возродилось, но «Палеотлон» никто не отменял. Сегодня в Рязанском спортивном манеже «Юность» стартовало первенство России по летнему «Палеотлону». На первенство России по «Палеотлону» в спортивной дисциплине «Летняя Четырехборья» приехали команды из более чем десятка областей. Спортсмены будут состязаться в спринтерском беге, беге на выносливость, плавании и стрельбе. По мнению многих тренеров и участников соревнований, «Палеотлон» позволяет атлету гармонично развить мускулатуру и функциональные возможности всего тела. Действительно, «Палеотлон», сочетая в себе все эти виды, становится популярным из-за того, что развивает как спокойствие во время стрельбы, обладание собой, так и абсолютная выносливость, это кросс на 3000 метров, способность концентрироваться к каждому виду и не несет в себе, знаете, таких вот профессиональных качеств, из-за которых там можно каждый день, ну, человек, не занимаясь спортом профессионально, может достигать максимальных результатов. История возникновения и развития «Палеотлона» как отдельной спортивной дисциплины напрямую связана с советским прикладным комплексом «Готов к труду и обороне». Примечательно, что нынешнее первенство проводится буквально через пару дней после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о возрождении норм ГТО. Все тренеры единодушны в том мнении, что возвращение этих нормативов поспособствует укреплению здоровья молодежи. Это почва как раз для службы в армии, для работы на таких работах, как на севере, на подводных лодках, и даже в космосе, я считаю, ГТО помогает. А это программа. Я, например, сама лично, и мы с командой это обсудили, мы одобряем сто и более процентов, что это правильно, наконец-то доходит до нас, что это нужно. Это для нас нужно, для детей нужно, для молодежи нужно. В общем, возможно, что в недалеком будущем куртки и рюкзаки российских школьников и студентов украсятся значками отличников ГТО. Разговор о комплексе «Готов к труду и обороне», который реанимирован усилиями президента, у нас впереди сразу после нашей. В эфир телеканал «Город» выйдет программа подробностей. Ведущая Олеся Харлина ждет в студии председателя регионального добровольного общества содействия армии, авиации и флоту Михаила Невдыха. Речь пойдет как раз о том, что такое ГТО и каким будет его развитие при участии деятелей ДСААФ. А у нас на сегодня все. Встретимся завтра. И как это у нас заведено по пятницам, подведем основные итоги недели в аналитической версии программы «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова